Постоянно дети разного возраста в нашей стране изобретают что-то новое, совершенствуют и придумывают игры, создают и модифицируют роботов и технику. Их творения касаются различных отраслей – электроники, науки, образования. Развивать ребятам нестандартное мышление помогают как в школах, так и на дополнительных занятиях. В Центре дополнительного образования истоки на кружке по робототехнике дети учатся нестандартному взгляду на, казалось бы, обычные вещи – мышлению и воплощению самых смелых фантазий. Кружок «Образовательная робототехника» работает в Электрогорске с 2017 года. Нам 5,5 лет. И задача кружка – найти одаренных детей, дать им дорогу. И, в принципе, для каждого ребенка здесь найдется интересное, что-то полезное для себя. Дети – большие выдумщики. И склонность к изобретению нового у них проявляется с самого разного возраста. Если даже вы вспомните себя в детстве, то каждый ребенок что-то изобретает. То есть это маленький человек, который познает мир, ему все интересно, он очень любознателен, поэтому изобретателем можно стать и в год, и в два, и в три. Изобретательство – в большей степени командная работа. Новые идеи или необычному подходу при решении того или иного задания предшествует предварительное обсуждение. Для того, чтобы у нас сложилась какая-то концепция развития идеи, мы ее предварительно обсуждаем. Чаще всего такой точкой отправления является задание на конкурс. То есть мы изучаем регламенты с ребятами, берем те направления, которые нам интересны и возможно реализовать с помощью нашего конструктора, ну и начинаем уже проводить опрос, мозговой штурм, кто что видит, кому что хочется, кто как себе это представляет. То есть и вот в результате такого обсуждения и рождаются уже проекты. Заинтересованность, увлеченность, стремление к новому, желание экспериментировать – из этого складывается успех юных изобретателей. Идея должна увлечь ребенка. То есть если ребенку тема неинтересна, если он затрудняется и не видит ход ее решения, то, естественно, результата никакого ждать положительного не приходится. Конечно же, дети должны обладать творческими способностями. Самое главное – не бояться пробовать себя и в разных областях, и не бояться что-то придумывать, совмещать несовместимые вещи. То есть производить какие-то опыты, эксперименты, даже если это приведет в итоге к сломанной какой-то игрушке. Все равно это творческий процесс в результате вот таких проб, ошибок, экспериментов. И в итоге как раз мы приходим к результату, возможно, к какой-то гениальной даже идее и изобретению. Самому юному участнику, создавшему свой проект и продемонстрировавшего его на конкурсе, 7 лет. В прошлом году 7 лет Артем был. Он участвовал в конкурсе дистанционном, защищал свой проект. Он делал проект космического аппарата, который собирает мусор. В кружке царит дружная и теплая атмосфера. Дети, начиная с самого маленького возраста и заканчивая старшими ребятами, объединены общими интересами, целями и желанием придумать что-то новое, что-то свое. Многие ребята посещают кружок с момента его основания. То есть 5,5 лет у нас уже сложилась такая дружная команда. И мы рады видеть новых участников в нашей команде всегда. Таких творческих, заинтересованных людей. Хочу сказать про Максима Кожаева. Пришел он в прошлом году к нам. И очень такой целеустремленный мальчик, усидчивый. То есть даже психологи говорят, что талантливый ребенок — это тот, который обладает качествами, умеет сосредотачиваться долго, развивать какую-то тему. То есть у него есть интерес, цель впереди, которую он непременно должен достигнуть. Вот такой у нас Максим. Важно поддержать изобретательность детей, радоваться их успехам, поощрять их стремление к развитию творческих способностей. Конечно, детей нужно поддерживать в первую очередь со стороны родителей, которые видят ребенка большую часть времени, нежели педагоги. Поэтому они знают интересы, увлечения своих детей. Конечно же, они должны помочь ребенку и придумать что-то интересное, да и помочь развить идею. Потому что не просто, да, вот мы создаем робота, допустим, даже того же помощника, мы должны подумать, какие функции, полезны ли это нам или нет. То есть направить в нужное русло именно с точки зрения уже практической значимости проекта. Со стороны педагога это, конечно же, большое сейчас поле различных конкурсов, да, в которых можно предложить детям участвовать. То есть это всегда такой праздник, всегда что-то новое, всегда новый круг общения, всегда изучение новых технологий. Опять же-таки дети учатся и пробуют себя в роли ученого, да, когда изобретают. Второй момент, они учатся рассказывать о своей модели и снимать даже видеоролики, монтировать. Вот старшие ребята даже сами монтируют свои ролики, записанные по рассказам проекта. Так как конкурсов у нас много, да, постепенно вот такой вот навык и умение общаться, да, даже дистанционно они приобретают. Ребята с удовольствием приходят на занятия, осваивают базовые понятия программирования, собирают роботов, учатся совместной работе, участвуют в конкурсах по конструированию, выполняя интересные, а порой достаточно сложные задания. Я выбрала робототехнику, потому что я хотела попробовать начать программировать, начать создавать своих роботов. Потому что когда ты создаешь своих роботов, у тебя фантазия расширяется, и у тебя мышление дополнительное появляется. Ты начинаешь думать лучше, что создать, как создавать, начать. Я поэтому начала любить, тем более там программирование на робототехнике есть. Мы начинаем роботов, например, программировать, берем робота и программируем. Он может по цвету ехать, может просто ехать. Это от программирования зависит. Робототехника мне понравилась всего лишь двумя вещами. То, что она разбивает мышление, и то, что тут такая прекрасная учительница, которая умеет отлично объяснять. Диана, ты расскажи о какой-нибудь своей игрушке, изобретении, которым прям гордишься, что ты сама сделала. Ну, я только горжусь своим программированием. То есть ты очень хорошо в этом разбираешься, да? Да, более-менее разбираюсь, понимаю, что надо ставить. Когда я не замечаю время, как летит, это значит, мне нравится прям урок. Прям нравится на сто процентов. Я участвовал в трех конкурсах. Первый — робофишки. Там надо было построить робота, запрограммировать его, чтобы он... У нас было поле, туда расставлялись фишки. И там надо было запрограммировать робота, чтобы он, ну, сбил эти фишки в определенное место. Сложно это было? Ну, да. А сколько времени у тебя ушло на создание этого робота? Ну, где-то три недели. А вот чем тебе нравится заниматься в кружке именно робототехники? Почему ты так полюбил именно его? Ну, мне нравится конструировать, писать программы разные. Скажи, какой год ты уже занимаешься на кружке робототехники? Третий год. А какой была твоя первая сконструированная игрушка? И что ты делаешь сейчас? Первая моя сделанная игрушка — это крокодил. Сколько времени заняла у тебя подготовка, чтобы ее создать? Одно занятие. Одно занятие, да. Ты сделал перед Новым годом, расскажи нам о этом, да? Ну, я собирал перед Новым годом новогодних лосей. А вот они перед нами, да? Да. Мне интересно разные конструирования, постройки. То есть можно фантазировать то, что собираешь. Я на конкурсе собрал штаб конструирования роботов прямо с лего. А вот интересно, если ты так увлекаешься, у тебя, наверное, дома очень много конструкторов, да? У меня не только конструкторы, у меня само лего есть. Много? Много-много. Кажется, два ящика. В этот праздник, посвященный детским изобретениям, мы радуемся способностям юных талантов, ценим значимость их многочисленных задумок и стараемся их поощрять.